Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моему заказу косметики Гринмама на Озоне. Тех продуктов, которые уже сняты с производства. А еще небольшой рекламке одного замечательного канала и одной очень милой девочки. Канал называется Диана Дива. Ну и сама девочка тоже зовется Диана. В общем, канал довольно интересный. Я думаю, будет интересен с тем, кто любит все эти лаки, плески и прочее. В общем-то, молодой начинающий бьюти-блогер. И я дам ссылку под видео в инфобоксе и также еще будет ссылка на ВКонтакт на группу канала, официальная группа канала Диана Дива. Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите только хорошие комментарии, потому что очень хорошая девочка чудесная и вообще хорошие комментарии. Они всем приятны. Ну и довольно интересное видео. В общем, она отрекламила меня, я отрекламила ее. Вроде как. И что-то я у нее посмотрела, что-то просто вот, ну, в принципе, интересное видео. И в общем, не сравнить со мной, не стандартный блогер, да, она конкретно такой бьюти-блогер. В общем, welcome to Диана. И перехожу к своему маленькому заказу. Еще будет потом обзор заказа уже непосредственно с самой Гринмамы. Тех же средств, которые тоже снимаются, к сожалению, с производства. Но еще и были на тот момент, на момент моего заказывания на сайте. Заказ был запечатан вообще вот в такой пакетик. Я тут полазала случайно по Ютубу, но как-то мне что-то выходило, где-то там что-то. И я так поняла, что в СМР-видео еще можно лопать вот эти шарики, которые, мне кажется, любят все лопать. Потому что мне нравится, нравится моей бабушке их лопать, нравится моей подружке Маше их лопать, нравится даже мне их лопать. Потому что я их пока оставлю и, возможно, запишу потом СМР. Как раз за тех любителей, которые любят эту странную тематику. Ну, для меня она, в принципе, странная, потому что хоть был СМР, но мурашки у меня не появляются. В общем, вот такой небольшой заказ. Сейчас я это распакую. Тут пакетик такой. Кстати, он, оказывается, не завернут. Точнее, не завязан, а так вот слегка завернут. Это шикарный гель Green Mama формула Тагиги для душа и ванны шалфей и ежевика. Точнее, ежевика и шалфей. Сила целебных растений. 400 мл. Он очень классный. Он довольно такой густой и, в принципе, экономичный. Маленькая капелька. Ну, не то, чтобы маленькая, конечно, капелька побольше, чем маленькая капелька. Но он довольно экономичный, хорошо. Не сказать, по-моему, не помню, хорошо ли он пенится. Но он очень классный. Он мне нравится именно за то, что, допустим, я люблю собирать пятые углы. Не то, чтобы я их люблю. Скорее всего, пятые углы любят цепляться ко мне. Какая-нибудь маленькая ранка, порез, там, укус насекомого или еще что-то. Какая-то неровность на коже, несовершенство, как говорится, да, и принял душ пару раз и, в общем, с этим геликом. И оно все проходит, заживает. В общем, он мне очень нравится. Он приятно пахнет. Кстати, сейчас вспомню, чем он пахнет. Наверное, ежевика и шалфеем, потому что я не помню, как пахнет ежевика. Как ягода сама она мне не особо понравилась. А вот ежемалина она мне больше нравится. Хотя ежемалина по вкусу для меня похожа на какую-нибудь там еловую хвою в сахаре. Срок годности у него до апреля 2018 года после вскрытия 4 месяца. Но на самом деле на 4 месяца мне его никогда не хватало. Я его или много выдавливала, или там как в душе захочется, или мало. Как пену для ванна я его никогда, кажется, не пользовала. Но вот как гель для душа именно, да, он нравится моей подружке Машке, он нравится мне. Он такой конкретно универсальный. Мне кажется, когда у Гринмамы там когда-то, очень-очень давно, еще, кажется, до того, как я стала ей заниматься, была какая-то часть серии для мужчин. Вот это именно тот унисексовый гель для душа, который подает и мальчикам, и девочкам. И если вы вдруг увидите в магазинах там типа магнит-косметик, гриб-гош, или еще что-то, где продают Гринмаму вот этот гель, то советую его купить, потому что его уже не будет, Гринмама его перестает выпускать, к сожалению. В общем, он очень классный. Ну, и еще на Азоне он все еще был. Он где-то 212 рублей стоил. Ну, в свое время он, конечно, стоил где-то 160 рублей или сколько-то там, но на Азоне я его покупала даже чуть дешевле, чем он стоил на тот момент Гринмаме, когда еще когда-то был. Буквально за 2 недели до того, как я стала оформлять заказ, он еще был на Гринмаме, потом уже исчез. И еще шампунь. Его, помню эту серию, что это у нас, Акоцепт, кажется, ее очень тогда рекламировали, и я начала пользоваться, и его вдруг и начали выпускать. Потом я поняла, что его когда-то, когда еще Гринмам выпускалась во Франции, его выпускали во Франции, потом часть производства склеила ласты, потом часть возобновилась, и вот снова его сняли, я не знаю, по какой причине. Вообще, эта серия Коцепт тоники, очень классные, два варианта там были для лица, потом пенка для умывания, такая муссом, она, конечно, очень дорогая, эта серия относительно всей остальной Гринмамы, продуктов Гринмамы, но она действительно классная. И первый раз, когда покупала такой шампунь, два у меня было для жирных волос и для тонких волос, ну, типа для объема, я их не очень поняла, потому что он очень-очень густой, а бальзам вообще не выдавливался, многие на это жалуются, потому что маленькая такая дырочка, хоть тут вот так вот и нажимается, да, тут у нас чем-то запаяно, наверное, потому что пока не нажимается, а нет, не запаяно, нажимается. В общем, она вот так вот нажималась на шампуне и на бальзаме и нифига не выдавливает, приходилось даже откручивать крючку все равно с очень сильной силой применять, чтобы хоть что-то капнуло, поэтому я его не восприняла и как-то он у меня отошел на задний план, однажды я его что-то купила заново, но уже просто как шампунь, и вот у меня такой стоит сейчас в ванной, и уже месяца два, наверное, его пользуюсь перерывами, то шампунь здоровый, здоровый баланс и легкий для жирных волос, математичный хаймят, он действительно с мятой, он так вот это освежает слегка волосы, и его нужно буквально совсем чуть-чуть, вот в прямом смысле совсем чуть-чуть, он, конечно, густой, но он дает хорошую пену, ну и в общем, ну он сроком до сентября 2017 года, сделан в августе 2015 года, и после вскрытия 4 месяца живет, тут 250 мл, в принципе, если дожил 4 месяца уже даже чуть больше, и он еще по консистенции нормальный, то вполне можете им пользоваться еще и чуть, чуть, ну в общем, подольше, чем написано, и он очень классный для жирных волос, в общем, он мне нравится, а вообще, если найдете еще, там есть просто для тонких волос, для объема, еще, кажется, есть для окрашенных из этой же серии, и, не знаю, для сухих или нормальных, ну в общем, если вдруг увидите такой вот подобный шампунь, то я вам его советую, Грин Маме он стоил 306, кажется, рублей, или 312, точно не помню, здесь он не обошелся, ну у меня там был какой-то маленький бонус этих спасибо на карте Сбера, поэтому мне весь заказ вместе с доставкой, доставка на базу выдачи 99 рублей, мне весь заказ обошелся в 600 рублей, и в принципе, он где-то там, ну он чуть-чуть подороже был, чем на сайте Грин Мамы когда-то, но при этом, ну там 3-4 рубля погода не делают, учитывая, что это уже снятость, и оно еще было тогда на озоне, это в общем, очень классный шампунь, в общем, сама косметика Грин Мамы, конечно, чудесная, очень жаль, что у них много что уходит из производства, я не понимаю, с чем это связано, но если вы вдруг еще где-то увидите, вас заинтересовало, и в принципе, Грин Мама считается косметикой более лечебной, все-таки, если вам хочется сделать приятное вашей тушке, то бишь кожи, для тела вашему, да, или вашим голосам, то, пожалуйста, закупайтесь впрок, в общем, если вам было интересно это видео, то я очень рада, если досмотрели до конца, то рада вдвойне, не зря говорила на камеру, ну и да, еще раз скажу, проходите на канал Дианы, подписывайтесь на ее канал, ну можете и на мой канал, то что подписаться, я не против, ну и ставьте лайки, излайки, комменты пишите, и до новых встреч, пока!